Предлагаю вашему вниманию рецепт котлет из разной рыбы, филе разной рыбы с сыром. Рецепт достаточно дорогой и для гурманов. Сначала мы с вами готовим филе различных рыб. Сюда подойдёт судак, жерех, можно щуку. Если есть сом, просто изумительно. Филе мы предварительно вымачиваем в молоке в течение получаса перед готовкой. После всего этого полученное филе мы нарезаем на кусочки, чтобы было удобно пропускать через мясорубку. И пропускаем через мясорубку как минимум 2, а ещё лучше 3 раза. Вот наш фарш готов. Теперь осталось только пропустить через мясорубку сыр. Пропорции в среднем такие. На полкило филе мы берём 200-250 грамм сыра. Причём сыр подходит даже обычный российский. Мы провернули сыр. Теперь всё это тщательно перемешиваем вместе с рыбным фаршем. Теперь главное не забыть, что сыр в принципе тоже солёный. Причём чем солёнее исходно сыр, тем меньше надо соли. Ну вот стандартный российский сыр требует досаливания примерно половину от обычной нормы. То есть, соответственно, здесь я буду класть меньше соли, то есть где-то пол ложки. Вот у нас всё готово к следующему этапу. У нас греется масло, у нас готовы панировочные сухари. Теперь начинаем формировать котлетки. Берём столовую ложку фарша. Уплотняем его. Для этих котлет, на мой взгляд, лучше форма плоская. Тогда они хорошо с обоих сторон прожариваются. Обжариваем мы котлеты сначала с обоих сторон на сильном огне, не закрывая крышкой, для того, чтобы корочка была хрустящей. После этого накрываем крышкой, убавляем огонь. И даём им дойти ещё минуты 3-4. И вот мы подготовили котлетки. Масло у нас разогрелось. Она шипит. Значит, всё нормально. Вкладываем аккуратненько, стараясь не обжечься. И в таком состоянии сейчас мы их в течение минуты-полутора обжарим с одной стороны. Вот у нас одна сторона обжарилась. Переворачиваем на другую. Как можно определиться с тем, какой объём соли вам нужен по вкусу? Определяется, естественно, опытным путём. Первоначально я сделала маленькую котлетку, размером буквально в 5-копеечную монету. И обжаривала её на сковородке. Потому что я сырой фарш не пробую. Обжариваете, пробуете. Соли мало, добавляете. Вот у нас котлетки обжарились с обоих сторон. Снова переворачиваем. Добавляем огонь. И накрываем крышкой. В таком режиме готовим их ещё 3-4 минуты. Пока у нас жарится первая порция, можем заняться тем, что подготовить следующие. Мне очень нравится этот рецепт не только потому, что получается очень вкусно, но и потому, что такие котлетки очень хороши для изготовления домашних полуфабрикатов. Но можно парное филе, только что срезанное с пойманной рыбы, сразу провернуть через мясорубку, подготовить вот такие вот котлетки, выложить их на фольгу и заморозить уже в виде котлет. После вытаскивания из морозилки котлеты не требуют предварительной разморозки. Я их просто сразу выкладываю на сковородку. И единственное, что сначала я их обжариваю с одной стороны под крышкой на медленном огне, для того, чтобы они чуть-чуть подтаяли. Вот у нас с вами готова первая порция. Мы видим, что расплавленный сыр кое-где выступил на поверхности, значит, у нас внутри всё прекрасно пропеклось. У нас с обоих сторон шикарная золотистая корочка, очень вкусная. Следовательно, первая порция котлет готова. Эти котлетки лучше подавать с пылу с жару сразу на стол. Приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok